Итак, продолжим вторую часть нашего сегодняшнего мастер-класса. И я расскажу вам о том, как сделать медитацию прощения в отношении с близким человеком. Сын, дочь, родители, люди, которые значимы для вас, и с которыми у вас конфликтная ситуация сейчас происходит. Вы ее делаете точно так же, как и в работе с медитацией прощения себя. Единственное, текст отличается. Записывайте. Три части точно так же. И первая часть звучит следующим образом. С любовью и благодарностью я прощаю. И называйте имя этого человека. Допустим, Петра. С любовью и благодарностью я прощаю Петра и принимаю его таким, каким его создал Бог. Вторая часть. И я прошу прощения у Петра за мои негативные мысли, чувства и поступки в отношении него. Третья фраза. И Петр прощает меня и принимает такой, какой меня создал Бог. Вот последнюю фразу мы произносим не для того, чтобы человек изменил к нам свои отношения, а для того, чтобы снять с себя чувство вины. Вот для меня эта фраза была ключевой. И когда я ее произносила в работе по медитации прощения, я чувствовала облегчение прямо. И этот человек прощает меня и принимает такой, какой меня создал Бог. Ведь я тоже создание Бога, я тоже несовершенная, я тоже могла ошибаться и делать что-то не так, как он ожидал. Поэтому этот человек прощает меня и принимает такой, какой меня создал Бог. И то же самое. Садитесь, находите место для уединения, договаривайтесь с окружающими людьми, чтобы они дали вам некоторое время поработать или побыть наедине с собой, если у вас свия есть. И значит, в позу кучера, руки-ноги не скрещены и делайте то же самое. Две необходимые ступеньки для отхода в медитацию, расслабление физического тела и остановка бега мыслей. И на внутреннем экране представляете лицо этого человека, с которым вы работаете. У некоторых с визуализацией не очень хорошо, поэтому вы просто знаете, что это... Я знаю, что здесь этот человек. Вот в этом месте находится этот человек, именно с ним я сейчас работаю. И начинаете проговаривать мысленно. Текст медитации. С любовью и благодарностью я прощаю Петра и принимаю его таким, каким его создал Бог. И я прошу прощения у Петра за мои негативные мысли, чувства и поступки в отношении него. И Петр прощает меня и принимает таком, как у меня создал Бог. Постарайтесь делать это эмоционально. Пойдут какие-то образы, возможно, пойдут воспоминания, поднимутся эмоции. Это просто здорово, это замечательно. Это значит, что ваши блоки, они начали двигаться и они начали работать. Начали подниматься, начали уходить, стираться. И точно так же делать это до ощущения, когда образ человека, с которым вы работаете, он станет комфортным. И вы почувствуете, что легко говорить эти слова. Легко их произносите. Ощущение комфорта, иногда умиления, умиротворения, какого-то любви, может быть, даже проснется. Если это совсем близкие люди для вас. Иногда просто ощущение нейтральности, спокойности. Вы уже смотрите, как на старых фотографиях этого человека. То есть это говорит о том, что все, медитация проведена до конца и качественно. Но сессий таких понадобится может достаточное количество. Только вот вы по ощущениям сможете сказать, закончен процесс или не закончен. Либо еще имеет смысл поделать медитацию прощения на этого человека. А вот у меня было, когда, например, я начинаю читать медитацию на человека, с которым у меня конфликт такой острый. Представляю его образ на внутреннем экране. И образ начинает откажаться. То есть я мысленно говорю слова с любовью и благодарностью. Я прощаю Николая. И он такой на внутреннем экране такой, да что ты, типа прощаешь, что ли. Я продолжаю, чтобы образы какие-нибудь возникали, я продолжаю проговаривать и проговаривать. С любовью и благодарностью я прощаю этого человека. И принимаю его таким, каким его создал Бог. И я прошу у него на прощение. И постепенно, постепенно, в какой-то момент этот образ становится нейтральным. Либо человек уже, да ладно, я тебя тоже прощаю. Ну все, все, ладно, не переживай, все будет нормально. Или я тебя тоже люблю. То есть вот образы, а энергия меняется в результате вот этой работы. И образы другие возникают. И в какой-то момент ты чувствуешь такую вот благость, такую любовь. И, Господи, какое счастье, спасибо тебе, что это ушло из моего внутреннего пространства. Вот это ощущение тяжести, обиды, горечи. И когда ты уже выходишь из медитации, умываешься и чувствуешь, что в день у тебя как будто ясными окна стали. Как будто мир ярче краски. То есть реальное ощущение. Ты идешь по улице, ты смотришь вокруг, доброжелательные люди. Настроение улучшается. Но это может быть не сразу. Кстати, в связи с этим я хочу обратить ваше внимание на каких-то два еще момента. Один момент это, что реакция, может быть реакция окружающего мира. Вы работаете с внутренним пространством, но это энергии. Вы меняете их качество, и на внешнем плане идет отклик. Люди, с которыми у вас были конфликтные ситуации, по поводу которых вы работали, они могут наоборот стать еще более агрессивными, проявлять себя еще более негативно. Потому что они чувствуют от вас изменение вибрационного фона. Они привыкли от вас получать энергии по ощущениям низкие, неприятия, недовольство. Когда вы внутренне меняетесь, между вами канал энергетический. А он есть между любыми из нас. Так вот по этому каналу начинает течь энергия более светлая, более легкая, вибрации выше. Человек это чувствует, ему это непонятно, неприятно, и он начинает реагировать. Это один вариант. А второй вариант, когда человек в ответ может удивительным образом меняться очень быстро тоже. У меня были такие случаи в жизни, когда мой любимый, с которым у меня была прям конфронтация невероятная, он мог сам позвонить, там и цветы принести, и сказать слова «Прости меня, пожалуйста, я был неправ». Это было буквально в ближайшее время после того, как я делала эту внутреннюю работу. Поэтому вы делайте ее без всяких ожиданий. Собвините, пожалуйста, ожидания в отношении изменений окружающего мира. Просто наблюдайте. Наблюдайте и делайте себе пометочку. Ага, он реагирует еще более негативно. Так и надо. Это значит, я начал уборку в квартире, и пыль поднялась еще больше. Вот по аналогии, да? И когда реакция пошла какая-то позитивная или спокойная, вы говорите слово «Нормально», окружающий мир структурируется под мое внутреннее состояние. Вот таким образом это работает. Значит, это был у нас все первый вариант. Первый способ использования техники медитации прощения. Вот я вам еще сказала ее плюсы и ее минусы, что она длительное время делается. Но это очень основательная, глубокая работа. И если вы еще поработаете с тотальным списком, но сейчас, раз уж разговор зашел, я вам расскажу про этот список. Делается он следующим образом. Вы берете листочки бумаги и начинаете записывать в режиме живого времени всех людей, которые вспоминаются вам. Детский сад, улица Сеченова, где я жила в первом доме, да? Я это вот по сферам жизни как разбила. Школа номер 31. Я записывала фамилии вот в два ряда всех учеников, всех людей, которых я вспоминала. Школа номер 11. Я в Шерегеше жила вместе с родителями. Пионерский лагерь, институт. Первое место работы. Общие друзья мои и мужа. Сотрудники родителей. И по всем сферам жизни, кого я вспоминала, я писала, 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 писала. Это заняло у меня определенное время. Сначала, может, в течение нескольких дней. Потом я дописывала. И в какой-то момент я начала работать. Я смотрю на человека. Например, я фамилии не помнила. Может быть, даже имени я не помнила. Я писала, допустим, мальчик с верхнего этажа. То есть там девочка, там красно-пальто. Вот как-то так для себя обозначила. И смотрела. Вот веду пальцем. Вот этот человек. Ну, нормальное отношение. Все, округлила. Вот с этим. Какие-то воспоминания. Но почему-то же я его запомнила. Да. Мы там подрались в детстве. Села точно так же, как и в предыдущем опыте этого человека представила на внутреннем экране. Медитацию прощения один раз-два почитала. Это старое воспоминание. Этот блочок маленький, но он есть. И с ним имеет смысл поработать. И, значит, округлила. Сделала медитацию прощения. Округлила. В день, может быть, два-три человека. То есть вот этот процесс тотальный. Это называется тотальное очищение внутреннего пространства. Вот когда люди малозначимы, и они из прошлого, то медитация прощения проходит очень легко, и она занимает мало времени. И это была просто как внутренняя работа. Я на каждый день себе ее планировала. Два-три-пять человек я делала и округляла. Пока не дошла до конца списка. Ну, это вот капитальный ремонт квартиры. Это настолько ты чувствуешь себя легче. Это настолько прояснивается твой ум, твоя душа яснеет. И я очень рекомендую вам сделать эту работу. И, 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 и порадоваться результатом ее. Хорошо. Сейчас, секундочку, еще мы прервемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...